Хорошие начинания легко приживаются и быстро переходят в разряд традиций. Именно так обстоит дело с конкурсом, который в Одинцовском районном управлении полиции проводят накануне 8 марта уже несколько лет подряд. Своих представительниц присылают все подразделения. Поболеть за них приезжают и коллеги, и родственники. Поддерживаем Ковалеву Кристину Алексеевну. Это мама, это ее племянница. У нас вот плакаты, то есть мы подготовились. Будем кричать, болеть за нее. Она соответственная, положительная. Когда пришла работать в полицию, у нее появился стимул к работе. Мы ее очень любим, поддерживаем, мы верим в нее. Пришли поддерживать перерву Викторию Павловну. Это моя дочь. Мы ее очень любим и всегда поддерживаем в работе и во всем. Я очень надеюсь, что в дальнейшем она будет продолжать работать в полиции. Она любит свою работу. Она молодец вообще. Надеюсь, что у нее все в дальнейшем будет хорошо. Вика, вперед! Как маму зовут? Мама Ира. Она хорошая. Она всегда будет мне помогать. Даже в нескольких уроках. Если я не знаю ответов. Конкурс состоит из нескольких этапов. Первый – визитная карточка участниц. Кто-то представляется сам, кто-то с помощью видеороликов, а кому-то помогают дети. Мама, у нас самое лучшее, самое доброе и самое красивое. Я очень сильно люблю свою маму. Мы считаем, что проведение этого конкурса, оно не только какое-то такое мероприятие, на которое мы поставим галочку о том, что его провели, но это в первую очередь сплочение коллективов, потому что приезжают болельщики, приезжают семьи, члены семей, конкурсанток. И в связи с этим мы думаем, что это сплочает наш коллектив и какие-то, может быть, открывает новые возможности и перспективы. В совсем нестрогом жюри рядом с сотрудниками полиции – члены общественного совета межмуниципального управления МВД России Одинцовская. Иногда очень сложно определить, кто лучше. Кажется, что все достойны самых высоких оценок. У нас очень красивые женщины в управлении, поэтому нам очень даже приятно будет посмотреть на них, как они между собой будут конкурировать. И то, что вот эта красота наша, мы, как говорится, заряжаемся энергией и энергетикой женщин, вот сейчас в преддверии 8 марта, это очень здорово. Жители нашего района должны видеть, какие красивые женщины участвуют в охране общественного порядка. И понимая на сегодня, что без культуры, без этой красоты, как всегда говорили, что-то должно спасать сегодняшнюю нашу жизнь. И именно со спасением жизни был связан второй тур конкурса. За короткое время участницам требовалось воскресить условно пострадавшего с помощью непрямого массажа сердца и искусственного дыхания. Эти навыки могут потребоваться сотруднику полиции в любой момент, как непосредственно при несении службы, так и в быту. Следующий этап – стрелковая подготовка. Умение грамотно обращаться с табельным оружием тоже является для полицейского критически важным. А вот искусством закручивания шурупов девушке, казалось бы, владеть не обязательно. Особенно, если рядом столько мужчин. В батальоне патрульно-постовой службы, например, 214 сотрудников и только одна сотрудница – Виктория. Тем не менее, очередной этап именно таков. Я люблю конкурсы, участвовать в них. Ну, как сказал Дмитрий Федорович, главное участие, не главное победить. Это азарт. Поэтому вот для этого и участвую. Заключительным этапом стал кулинарный тур, во время которого всем почему-то сразу захотелось стать членами жюри. С общего согласия по итогам конкурса призовые места решили не присуждать, признав победителями всех участниц. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Отенцова». «Отенцова». «Отенцова»